Кто-то покусал его, ну вот с кем он подрался, то есть он дрочун, такой дрочун, он никогда не откажется, не скажет, ладно, ладно, давай уладим все миром, он всегда будет воевать до последнего. А вы знаете, вот чем еще хороший Египет, что у нас здесь есть свой Робинзон Круза, он живет здесь уже почти три года, может быть даже больше, но вот сколько я себя помню, сколько я хожу на этот пляж, я вижу этого нашего Робинзона, давайте пойдем к нему в гости. Мухаммад, как ты? Как все? Как все? Все, все. За долгое время я не видел тебя, где ты был? Потому что ты не приходишь сюда. Ты всегда приходишь сюда? Да, да. Ты хочешь восстановить нас? Первое время мы хотим увидеть, как вы живете. Можете рассказать нам что-то о вашей жизни? Да, я могу рассказать вам много, но не что-то. Я могу рассказать вам много. Окей, расскажите нам. Он постирал, сушит Ира. Да, он уже постирал. Сушит, да. Мухаммад, где ты берешь воду? А вы знаете, у него есть здесь свой источник, который никто не знает. Он знает этот источник, и он нам показал этот источник. Идем, идем, идем. Если ты берешь воду, то я беру воду, я беру воду. Сейчас мы здесь не видим, потому что у него подходит. Сейчас прилив, поэтому этот источник можно найти только когда будет отлив. Вы можете увидеть небольшую струйку воды, которая выходит из моря, и он берет, делает ямку, и стаканчиком черпает, и вот начерпывает на бутылку. Он здесь же и стирает, и готовит кушать. Мухаммед, what are you cooking for yourself? Usually, in public, usually, okay. And macaroni. Макароны. You're fishing? Fishing. Every day, every day, I eat fish. Он каждый день ест рыбу. Он рыбу, рыбу, every day, every day. How are you catching fish? Just like this? No, no, no. With milk, milk, milk. У него есть небольшая такая маленькая сеточка, и он ей ловит. Здесь очень много рыбы. Здесь можно найти очень много рыбы. Даже он часто угощает нас. Иногда вот египтяне такие вот люди гостеприимные, что если даже вот Мухаммед что-то себе готовит, он обязательно пройдет и угостит нас, предложит нам покушать рыбку. Если я куплю рыбу, то все, 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 все. Все, все, все. Все, все. Мухаммед. Мухаммед. Да. Как вы пришли? Как вы пришли, что вы пришли здесь? Как что? Как вы пришли, что вы пришли здесь уже? Какие годы вы здесь уже живете? Да, из начала. Да, в начале было очень ужасно. В начале, для меня, я спросил Бога, я спросил Бога, «Где, вы видите, что я в этом? Вы видите, что я в этом? Что я должен делать? Я был в плохой ситуации, плохой состоянии, плохой, плохой. Я стоял на моем клее, я не буду работать так. Бог, Бог, вы знаете, что я говорю. Дай мне знак, он молился Богу, потому что он оказался без всего. Без дома, без денег, без работы, без родственников, без друзей. И он стоял и молился Богу. И что случилось? Я не делал ничего. После этого я не делал ничего. Что случилось? Я хочу сломать мои глаза, я хочу спать. И вот что случилось. И он нашел вот это место. И он спал вот здесь вот, под этой лодкой. Читайте. Да, да, читайте. Бог велик. Бог велик. Бог велик. Аллах вау. Аллах вау. Написано Аллах Акбар. Бог велик. То есть Бог показал ему это место. В этой ночи я сплю. Здесь. Когда было... Иногда он спит в лодке внутри, иногда он здесь спит. И что с вентяр? Вентяр-тайм очень холодно. Нет проблем с ним. Нет проблем? Я надел буртач. У него спросила, как он зимой. Он говорит, ну нормально, у меня есть одеяло. То есть зимой он спит под одеялом. А летом он спит вот просто так. Здесь свежий ветерочек, не жарко. Ты не чувствуешь холодно? А ты спит каждый день? Ты спит каждый день? Не спит каждый день. Я не спит каждый день. Я видел, что ты иногда ешь... Срумбат. Это имя? Срумбат. Срумбат. Он достает ракушки, и эти ракушки есть. Это его завтрак. Он часто ест эти ракушки. Иногда он варит, вот у него есть какая-то банка жестяная, он разводит костер и варит на костре макароны. В следующий раз нам покажем. Ага. Я принесу макароны. Да, может, сейчас он что-нибудь. Садись, садись. А, да нет, нет. Садись. Давай. She want to make a video. Окей. Окей, садись ты. И я тоже сяду. И я сяду. На ваше кресло. Мухаммед один раз рассказал, мне, что один раз он сидел на берегу моря и к нему пришла Люля. Я говорю, какая Люля? Может быть, Юля? Он говорит, нет, Люля. И вот я смотрю, написано здесь Юля. Ну, я говорю, ну, Люля, так Люля. Давай, давай. Любовь была. Один раз. Мухаммед, расскажи. Tell us about Люля. Tell her about Люля. Yeah. Люля, Люля is a bad, bad, bad woman. No. This, you can say, this was the best thing happened with me here. Ah, ok. Say, I meet my woman. What about Люля? What about Люля? Да? Да. I will tell you what I want. Люля come to me after fight, big fight. Big fight was... Сначала у него тут была драка. То есть, здесь у него целый сериал про него можно снимать. У него все равно, я вижу. Он, посмотри, он весь подранный, весь побитый, потому что он постоянно с кем-то дерется, кого-то защищает. Он такой справедливый, как он говорит, я здесь начальник пляжа. Он главный генералиссимус этого пляжа. И если кто-то здесь творит что-то непотребное, беспорядки какие-то, ругается или это, он сразу лезет наводить порядок. Ну, иногда получается еще больше беспорядок, но Мухаммед в этом есть. И вот он рассказывает. First, it was fighting. With whom you was fighting? Someone was killing me. Да, он покусал его, покусал. Он весь покусанный, он весь со шрамами. You said, he bite you. Someone was killing me. Покусал его. Кто этого вас покусал? Ну, вот с кем он подрался. If anyone want to kill me, давай. Molto, molto. То есть он дрочун. Такой дрочун. Если кто-то, он никогда не откажется, не скажет, ладно, ладно, давай уладимся миром. Он всегда будет воевать до последнего. Fight, 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 fight. И потом они обнимаются. Потом они друзья на все. Сначала он с ними дерется, потом они друзья. Пошли. Пошел. И я сказал, я сказал, я сказал. Кстати, кстати, Мухаммед, I just want to tell people that you speak Russian. Да? Ты немножко даже говорит, один раз у него здесь жила какая-то русская женщина, тоже у нее не было денег назад на дорогу, она к нему пришла и она научила его русскому. Это камера, да? Да, это камера, да? Да. Мама, мама, мама. Нет, скажи что-то по-русски. По-русски скажи, тебя будут русские люди смотреть. Ну, русские это украинские люди наши. Да. Я говорю по-русски чуть-чуть. Вот видишь? А кто тебя научил? А кто тебя научил? Вы говорите русские. Кто тебя научил, чтобы говорить русские? Как ты начнешь говорить русские? Я не знаю, я не знаю. То есть он просто вот так вот на пляже говорит с русскими людьми и схватывает налетую. Даже I remember it was Natasha or Svetlana... I know, Svetlana, Svetlana, Světlana, 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 Světlana. Да, ну просто, ей негде было спать, и она здесь тоже спала. У тебя девушка? У меня Минога. Минога. Казанова. Я умен, я Минога. А почему? Почему? Потому что я уникальный. Потому что он уникальный. Кто, как я? Никто. Кто есть, как я? Никто. Я согласна с этим, и не поспоришь. Как бы и не поспоришь. Мухаммед, почему такой беспорядок у тебя в доме? Вот скажи, вот это твой дом. Почему такой бардак? Почему у тебя так много грязи в твоем доме? Потому что у меня грязи, как я. А, кстати, это умные вещи. Да, когда у человека беспорядок внутри, тогда у него беспорядок снаружи. Но, Мухаммед, you have to sit, calm down, and make everything nice. Нет, потом, потом. Короче, беспорядок в доме, потому что у него беспорядок внутри. Когда он соберется с мыслями, успокоится, он наведет порядок. Вообще, главный собиратель пластиковых бутылок и мусора – это наш Мухаммед на море. Ты помнишь, когда у нас было много дарти? Мухаммед, у тебя есть имя Робинзон Крузо, все хорошо? Это Робинзон? Да, но мой имя – Мухаммед. Мухаммед означает? Мухаммед Бахр. Мухаммед Бахр. Давай, давай. Давай, иди сюда. Сейчас нас Мухаммед по своим трущобам ведет. Это его кухня, плита. Да, вот. Мухаммед Бахр. Бахр. Барусский Бахр. Пират. Ма, ты пират. Ты пират, это не Робинзон Крузо, это пират. Ты пират. Ты пират. Ты пират. Мухаммед Бахр. Так, дальше мы углубляемся уже в философию пиратскую. Пиратскую пиратскую? Да. Это первый уровень. Нет, нет, здесь. А, вот это первый уровень. А, это он сам сделал. Да. Представь. Он сделал это. Набрал где-то этих камней. А где ты? Где ты? Где ты? Где ты найдешь? А, короче, вот он стырил оттуда. Мусор, мусор, мусор. А, мусор, да? Ну ладно. Он собрал вот эти вот плитки. А, молодец. Ты строитель. И даже этот забор. Это пират. Что? Давай, иди. Давай. Давай. Окей. Подожди, подожди. Сейчас он буханет чуть-чуть, для храбрости. Он же бухой в дюкель. Сейчас бухаю? Конечно. А ты что, не чувствуешь? Чувствую? Думаю, что я сразу на площадке. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вообще. На самом деле, Мухаммед это просто вот что-то для нас это какой-то уникум. Как он сказал, что я особенный. Он, правда, особенный. Потому что как четыре года можно жить вот с такой вот… Вот с таком… Ну а я даже слово как подобрать. А у него комнаты? У него здесь комнаты. Он там хранит какие-то вещи. Постоянно ему кто-то дарит. Постоянно он в каких-то ходит новых вещах. А он курить пошел. А, он курить пошел. А, он курить пошел. Вот здесь вот родник, из которого Мухаммед набирает воду пресную. Потому что он же живет на море. Вода соленая. А пресную воду он набирает… Это река… Река. Река. Да. Но это не река, это родник. Мы называем вот это, когда вода бьет из-под земли, это родник. И здесь даже в море есть вот такие роднички. Если вы в море плаваете, увидите пузырьки, это вода. Пресная вода. Ну что ж, на сегодня все. К нашему Робинзона Крузу мы еще обязательно вернемся. И не один раз. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова